МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях профессор Международной Кирилло-Мефодиевской Академии Славянского Просвещения, доцент кафедры русского языка и литературы филиала МГУ в Севастополе Ирина Грибанова и заместитель декана исторического филологического факультета Наталья Величко. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть небольшая историческая справка об этом не. Давайте посмотрим. Ежегодно 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. Празднование памяти святых Кирилла и Мефодия еще в старые времена имело место у всех славянских народов, но под влиянием исторических и политических обстоятельств было утрачено. В начале XIX века вместе с возрождением славянских народностей обновилась и память славянских первоучителей. 20-летняя просветительская деятельность Кирилла и Мефодия, а также их учеников, имела всеславянское значение. Сначала этот праздник, как День славянской письменности и культуры, начали праздновать в Болгарии в XIX веке, а затем и в других странах – России, Украине, Белоруссии. В этот день и церковь, и государство чтит память создателей славянской азбуки. Как известно, равноапостольные братья жили в греческом городе Солуни в IX веке. Кирилл и Мефодий были православными монахами, и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Кирилл с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени. Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, апостол и псалтырь. Тем самым были заложены основы славянской письменности и культуры, которая приобщила многомиллионные народы к мировой цивилизации. Дело Кирилла и Мефодия продолжили их ученики. Со временем алфавит, созданный братьями, из 43 букв сократился до 33. Православная церковь особо чтит заслугу святых братьев Кирилла и Мефодия в деле укрепления христианского единства и просвещения народов, населяющих пространство Восточной Европы. Ирина Владимировна, давайте начнем с истории праздника славянской письменности и культуры. Откуда он берет свое начало и что спровоцировало его возникновение? Я хотела бы сначала поздравить, если позволите, всех севастопольцев с таким замечательным праздником – Днем славянской письменности и культуры и с Днем равноапостольных Мефодия и Кирилла. Тем более, что мы, севастопольцы, имеем непосредственное отношение к этому празднику. Вот сегодня были торжества, весьма значительные торжества на Красной площади, который возглавил патриарх московский Евсея Руси Кирилл. И подключились города, в которых сегодня особенно торжественно празднуется этот праздник. Прямое включение было из Новосибирска, Казани, Калининграда. Но в списке этих городов почему-то не было Севастополя. И это весьма досадно, потому что именно Севастополь имеет прямое отношение к празднику, к дню прославления равноапостольного Кирилла и его брата, равноапостольного Мефодия. Потому что только у нас были, побывали, ну, по крайней мере, святой Кирилл был на нашей земле. Поэтому мы, севастопольцы, имеем прямое отношение к замечательному празднику. Поэтому позвольте еще раз поздравить всех и надеяться, что мы никогда не забудем этот праздник и будем всегда отмечать его весьма и весьма достойно. Давайте скажем несколько слов об этом празднике. Несколько слов об истории. История самого праздника, конечно, и это было сказано, достаточно драматичная, несмотря на то, что очень древнее прославление к лику святых братьев Солонские были причислены еще в конце IX века. И праздник особенно серьезно установился только в XIX веке в славянских странах, действительно во время болгарского возрождения. Но следом с 1863 года и в России этот праздник стал отмечаться регулярно. Прежде всего, конечно, как праздник прославления создателей славянского письма. Если говорить о распространении празднования, то оно достаточно широко распространилось на славянские страны. Сегодня же мы отмечаем вместе с болгарами этот праздник. Именно сегодня в этот день мы отмечаем день славянской письменности и культуры. Болгары отмечают еще день болгарской письменности и культуры. А также Македония отмечает сегодня этот праздник. Ну и, конечно, наши страны – Белоруссия, Украина и, конечно же, Россия. То есть на сегодняшний день это весьма значительный, значимый праздник. С 1999 года он был возрожден на государственном уровне. И поэтому это очень достойный календарный праздник. Наталья Валентиновна, мы знаем, что в Москве совсем недавно открылся славистический симпозиум, приуроченный к этой дате. Скажите об этом подробнее. Можно мне вначале тоже поздравить? Мне хотелось бы поздравить славян из всех стран, которые ревностно оберегают основы своего языка, культуру, и благодаря которым мы наше духовное богатство можем передавать из поколения в поколение. Как вы отметили, действительно, буквально вчера открылся самый значимый для словистов форум, который называется, а это третий по счету, международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире». Традиционно он проводился в марте. В этом году сделали исключение и приурочили непосредственно к празднику Дню славянской письменности и культуры. И завтра мы отмечаем День филолога. Поскольку это самый масштабный форум словистов, он посвящен, безусловно, всем актуальным проблемам современной словистики. И что интересно, к нему проявляют интерес не только словисты России, страны СНГ, хотелось бы отметить и Западная, и Центральная Европа, и даже Америка и Азия, представленные и действительными членами национальных академий, и ректоры университетов, и деканы факультетов, и заведующие кафедрами словистики. А таких кафедр на самом деле немало в мире, потому что интерес к русскому языку, будем надеяться, с года в год будет только возрождаться. Наталья Валентиновна, мы будем далеко отходить от мероприятий. Мы знаем, что совсем скоро откроется и пройдет Черноморская конференция. Наверняка вы будете выступать. С какими вопросами? Да, мы, к сожалению, не поехали в этом году на симпозиум, по той причине, что завтра у нас начало нашей выпускной экзаменационной кампании, и буквально послезавтра, 26 мая, открывается первая международная черноморская научно-практическая конференция МГУ, которая называется «Проблема безопасности в современном мире». Она пройдет в филиале МГУ в городе Севастополе. И хотелось бы отметить, что возникает вопрос, как же безопасность и язык, может быть, почему мы принимаем участие. На самом деле мы заявили аж две секции. Первая секция – эффективные коммуникации как фактор безопасности в мире. В рамках этой секции мы предполагаем рассмотреть такие вопросы, как взаимопонимание и взаимоуважение как основа безопасного мира. Рассмотрим вопросы успешных коммуникаций как фактор безопасности непосредственно в мире. Это речевая агрессия, намеренное и ненамеренное речевое поведение человека. Это вопросы агрессии в современных СМИ, может быть, вам будет тоже это интересно. Это межзаковое взаимодействие в Крыму как фактор стабильности и безопасности. Вторая секция, отдельная секция, мы рассмотрим вопросы – линквоэкологические проблемы в современной филологии. И как раз именно в рамках работы этой сессии мы планируем рассмотреть те острые вопросы, которые в рамках нарушений языковых норм, нарушения культуры речи. Это экология языка, экология культуры и, как следствие, экология души. Это оправданные и неоправданные заимствования. Это проблема перевода в самые различные аспекты. Это проблема безопасности и новые формы коммуникации. И еще, мы ожидаем, будут посвящены вопросы юрис-лингвистики и лингвистической экспертизы текста, что сейчас становится востребованным в современном обществе. Все вопросы действительно актуальны и очень интересны, как для исследования, так и для тех людей, которые интересуются языком. Поэтому приглашаем всех принять участие в конференции. Ирина Владимировна, Херсонес не только купель крещения Святой Руси, но и место возможного рождения славянского письма и литературно-письменного языка. Так ли это? Конечно. Это исключительно интересная история. В 860 году осенью в Херсонес прибывает посольство из Византии. Руководит, собственно, во главе посольства Константин Философ, будущий равнопостольный Кирилл. Надолго задерживается посольство в Херсонесе. По крайней мере, прибывает несколько месяцев осени и зимы, рубежа там 860-861 года. Совершенно замечательная история связана с пребыванием Кирилла Философа на нашей земле, потому что он знакомится с загадочными до сих пор, в среде научной идут споры по этому поводу, с новой письменностью, по сути, потому что ему преподносит Евангелие и Псалтирь «русскими письмены писано». Это одна из форм засвидетельствованных в памятниках. Вопрос о русских письменах, конечно, до сих пор не решен. Сирийские это были письмена, сирийская это была письменность, или какая-то неизвестная письменность. До сих пор об этом, к сожалению, неизвестно, ведь ни одной строчки, написанной Кириллом и его старшим братом Мефодием, до нас, к сожалению, не дошло. И я думаю, и хочется всегда надеяться, что рукописи не горят, даже если это пергаменные рукописи, что где-то и когда-то будут обретены эти первые слова, созданные Кириллом на славянском языке. Но ведь дело даже не в том, какая именно письменность была преподнесена, с какой письменностью познакомился Константин Философ в Херсонесе. Дело в том, что важна сама идея, сам момент понимания того, что для новообращенного славянского народа, славянских народов, такого крупного славянского этноса, возможно создание новой славянской письменности, через которую они смогли бы приобщиться к христианству, к Богу, то есть создать конфессиональный, литургический язык. И очень возможно, что эта идея возникла у Константина Философа именно в Херсонесе. Он очень много обдумывал в Херсонесе. Он готовился к диспутам в Хазарском Каганате, он вникал в детали Ветхого Завета. И, конечно, он очень много размышлял. Плод филологического труда очень скоро явился, потому что Моравская миссия, которая началась в 1863 году, она уже ознаменовалась тем, что не просто была создана письменность, но были уже и тексты на этом языке. Следовательно, откуда это взялось? Вот мы говорим сейчас, иногда подшучивают над этим, сакральный Херсонес, а ведь он действительно сакрален, ведь это место действительно сакрально, ведь это исток наш, это исток духовного присвящения славян. Вот отсюда этот свет присвящения зажегся для всех славян. Что ж, безусловно, наша земля богата историческими событиями. Время нашей передачи истекло. Благодарю за интересную информативную беседу. И еще раз поздравляем вас с праздником Дня славянской письменности и культуры. Спасибо. Напомню, говорили о Дне славянской письменности и культуры, а также о мероприятиях, связанных с проведением этой даты. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Важные и значимые темы еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»